Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Алеб Дель-Азиз, снова сделал заявление о боях Хабиба с Тони Фергюсоном. Али заявил, что Хабиб не станет драться с Тони, потому что он считает его старым и медленным бойцом. «Я не думаю, что Тони заслужил бой с Хабибом», – сказал Али. «Его победная серия не имеет никакого значения. Что он из себя представляет? Абсолютно ничего. Конора вот что-то из себя представляет. Он самый большой кусок дерьма на планете. А что Тони? Он как чистый лист бумаги. Очень скучный. Он хороший боец, но его время уже прошло. Он старый и медленный боец». Вот такое заявление сделал Алеб Дель-Азиз. «Если для Али Тони Фергюсон скучный боец, то я тогда и вправду не знаю, кто для него будет нескучным бойцом. Ваше мнение пишите в комментариях». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Хабиба Нурмагомедов. «Рамзан Ахматович заявил, что считает Хабиба самым настоящим примером для подражания, а также прокомментировал его победу над Конором Агрегором. «У меня в гостях был дорогой брат и легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов», – гласит заявление Рамзана Кадырова. «Его с раннего детства учили, что для Кавказца высшим проявлением собственного достоинства является честь. Это не единственное качество настоящего мужчины. Однако честь и только честь является для него самым главным качеством. Именно это и отличало его от лощавого забияки Конора, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же заставил его позорно сдаться. И на самом деле он не просто его победил. Он в первую очередь убедительно доказал, что кто пытается унизить священный Кавказ, что пока стучится отважен в сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий дом, наш Кавказ. Хабиб – это блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед. Также Рамзан Ахматович подарил отцу Хабиба автомобиль Мерседес. Вот такой подарок, который сегодня он попросил тебя учить, Мерседес и Диэл Петербург. Да, пару слов. Вы видите, труд куда приводит. Рамзан Ахматовичу огромное спасибо. Он его отработал хороший резерв, и он готовится. Но и здесь покупает, я думаю, вместе с ним с ним. Стала известна, возможно, дата поединка Александра Емельяненко. Он может возглавить следующий турнир RCC, который пройдет 4 мая в Челябинске. Об этом сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко. Также, со слов Николая, Александр может выступить против Рансемара Бороуза, с которыми Емельяненко должен был провести поединок еще в декабре прошлого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова